Лама, олень, верблюд в одной упряжке. Трудная судьба свела таких разных животных в приюте, где спасают от людей. Подкидыши ставят на ноги и оставляют у себя. Так и живут одной большой экзотической семьей. Верблюд, например, прибился к лошадям и считает, что он свой в табуне. О жизни в зоодоме Дарья Дементьева. Че, кого кормить-то? Давай напополам. На тебе. На тебе. Запутаться в питомцах здесь и правда не грех. В Верхневенске клуб только называется конноспортивным. По сути, это целый зооприют. Гусыни не гогочат, высиживают куриные яйца. А верблюд Вася чувствует себя скакуном. Вырос среди лошадей и, как любой уважающий себя конь, собратьев не признает. При виде других двугорбых прячется за спину своей подруги Ламы. В одну семью верблюда, лося, оленя, ламы, уток, гусей, лошадей и пони сплотило общее горе. Они все подкидыши здесь. Здесь нет ни одного животного, кроме лошадей, которого бы завели специально. То есть постоянно, каждый месяц, приезжают какие-то машины, выбрасывают сверток и поехали дальше. Котята, собаки, кого-то конец. Последнего котенка мы пристроили три недели назад. Местные айболиты, дети и педагоги рады всем. Обязанности мамы для новичков исполняет пес Ганс. Он же выхаживал двух подкинутых в сентябре лосят. Несмотря на все старания и уход ветеринаров, до зимы дожил только один – Рокки. После смерти любимца в клубе случилось очередное обострение, как его называют воспитанники. И из лап пензенских мясников дети спасли голубоглазую лошадку, которая к тому же оказалась беременной. Есть же выражение, чем больше я общаюсь с животными, тем больше я ненавижу людей. То, что животные не держат ни камня за пазухой, они не виноваты в том, что они животные, они попали в какую-то ситуацию. Человек чаще всего создает свои проблемы сам. За годы работы в конно-спортивном клубе Мария спасла не один десяток животных. Лоснящегося верблюда Ваську привезли наполовину облысевшим из Московской сельскохозяйственной академии. Лама-анкур и олень-ночка также стали не нужны своим хозяевам. Но из-за предательства людей они обиду не держат. Наоборот, отвечают благодарной любовью. Спасенные животные работают в зоопарке, помогают выздороветь малышам с ограниченными возможностями. Выручать здесь все привыкли просто так. И даже за работу принимают единственную понятную питомцам валюту – любимое лакомство. Дарья Дементьева, Антон Лимонов, Новости 41 канала.